Здравствуйте, дорогие друзья! Находимся мы сегодня в Архипаосиповке. Мы начали запись с парковки. Она платная в летний период. А сейчас, в принципе, у нас жара 23 градуса. Солнышко, когда уходит, прям даже припекает, такая, так сказать, летняя погода. Мы радуемся 10 апреля. Хотя обычно в это время у нас гораздо теплее. Но в этом году погода запаздывается. Но Ярослав помогает мне. И мы сегодня вам покажем, как Архипаосиповка существует именно в межсезонный такой период. Подготовка должна идти вовсю. Ну и надеюсь, что это будет интересно тем людям, которые, может быть, на майские праздники собираются на прогулку. Хочу сказать, что из всех поселений, которые мы сегодня посещаем, Архипаосиповка самые, наверное, оживленные в этом месте. И людей здесь действительно очень много. Вы сейчас все это сами увидите. Приятного просмотра. Не забывайте поддержать подпиской. Поделитесь с друзьями. И мы ждем вас в остальных соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Рутуб и Андрей Зен. Обязательно подпишитесь. Везде меня можно найти, как Юрий Позоровский. От души. Итак, дорогие друзья, чем вообще всегда удивляет Архипаосиповка? Это, конечно же, вот этой центральной площадью с музеем космонавтики и с такими вот выставочными экспонатами на улице. Здесь вот можно посмотреть такой экспонат. Метеорит, вертолет К-25. И есть, я так понимаю, что Буранчик, который тоже можно пройти в виртуальный планетарий посмотреть. Вот такая интересная экспозиция. Туда, смотрите, уже работают фонтанчики. Выглядит это все очень мило и прекрасно. Старт сезона здесь уже есть, потому что все работает. Хотя какие-то элементы, я смотрю, приводятся только в боевую готовность. Посмотрите, как работает фонтанчик. Грибочек прям фантастика. И чистейший пока бассейн. Ярик, не хочешь зановить, пока полицейский тут получишь экстрим. Там подкрашивают волка. Работают, кстати, торговые павильончики. В них уже продаются аксессуары, летние атрибутики, сувенирчики. И причем их даже покупают. Мама с детками подходит, выбирает себе. Такой вот тоже, смотрите, красивый экспонат с дельфинами над земным шаром. Красота, не правда ли? И он, кстати, работает в дельфинарии. Парк Малибу. Там какие-то горки водяные. Ну и так все компактно, на набережной расположено. Здесь, кстати, была столовая. Причем такая довольно-таки неплохая. Постоянно очереди стояли. И посмотрите, что происходит на набережной. Здесь огромное количество людей. Вышли наблюдать на море. Готовятся к открытию столовые. И остальные атрибуты курортного мастерства по зарабатыванию. Смотрите, сколько людей. А, тут, получается, все местные гуляют. Говорят, сегодня весь поселок вышел на прогулки. Здесь такой вот выход на набережную. Но пока сюда не идем. Мы сюда вернемся по морю. Пройдемся посмотрим, что там вот интересное. Мы выйдем с вами непосредственно туда. Там красота. Много людей. Люди, кстати, загорают, купаются в море. Море сегодня этому саблаговолит. Шикарно. Слушайте, время мы выбрали для путешествия. Попасть в архивку. Такое время с таким количеством людей. Я думаю, что это прям чудо. Здесь, как кормят голубей. Сейчас здесь, так кажется, пусто. Но именно сезон. Висят, так сказать, ограждения. Точнее, стоят. И огромное количество столиков. И людей. Людей здесь еще больше, даже, чем сейчас. Хотя и сейчас. Кажется, что сезон пошел. На тебе вам. Пожалуйста. С 9 до 24.00 работает легенда. И там уже сидят, отдыхают люди, которые получают довольно неприятно. При этом еще прикручивают забор. Что-то на них кто не пролазил. Но уже работают ребята. Фантастика просто. Желаем всем этом году, как говорится, чтобы как можно больше было туристов. Пожалуйста. Сколько? 4-5 столиков на набережной уже занято. О, а здесь, смотрите, черноморская рыбка продается. Креветки. Туда тоже вся улица уже открыта и работает. В общем, по разговорам я смотрю, что тут сами местные жители удивляются тому, что происходит у них на пляжах. Откуда столько народу. Почему они все сегодня сюда пришли. То есть там толпы, там толпы туристов. Ребят, ну честно, это прям много людей. Особенно для поселочка, сказать, небольшого. И прям удивление. Смотрите, все капочка. Чтобы вы понимали, ни одного свободного столика. Просто, ну дай бог, дай бог, чтобы так и было весь сезон. Здесь белокаменная набережная. И хорошая променада. Чистенькая. Мусор нигде не валяется. Пляжи убраны. Ну, прям какой-то этот, как будто и не у нас где-то, да? Как все любят говорить. Хотя это Ахипа-Осиповка. Пожалуйста. Гора Ёжик впереди, ребят. Она прям очень похожа на Ёжика. Так что не задавайте вопросы, почему так называется. Потому что имеет такой же вид. Шикарный. Смотрите, сколько людей купаются, кстати, в море. Класс. Вообще, да? Девчонки. Бикини. Ярик, пошли смотреть первые бикини в этом году. Смотри. Бежали. Ты же тоже переживал. Тоже переживал, чтобы заговорить. Как водичка? Бомба. Купай. Супер, спасибо. Видите, ребята, искупались. Водичка супер. Как мне приятно. О, смотри, кстати, набережная там, где была не очень. Ее тоже подчищают. Подготавливают, чтобы отремонтировать. Ну, конечно же, виды, 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 виды. Красиво выполнено, да? То есть, кафешечка. То есть, заходишь, типа, в борт корабля. И сверху, наверное, самое популярное место, где можно будет посидеть и поотдыхать, друзья. Девушки прикольно пришли отдыхать. Сразу два мангальчика с собой. И ни одного мужчины. Винчик. Блин, вообще, прямо тут, знаешь, как-то другой мир смотрится, Ярослав. Согласись? Они уже смотрят на тебя. Сейчас позовут тебя. Приходи к нам, отдохнешь с нами. Ты готов? Ярик не готов. А зря. Всегда готов. Всегда уже готов. И здесь на излучине, так сказать, впадение речки в море тоже. Прям шашлычный рай. Огромное количество людей, которые пришли сюда на отдых. Они ходят туда за ежика гулять. И здесь также жарят шашлычки. Красота, друзья. Прям такое буйство радости. У кого-то 1 мая, а у кого-то 10 апрель. Ну, потом, я думаю, они повторят. Картинка, как будто действительно наступило лето. Очень много людей. И идешь, прям, действительно, от солнечных лучей очень тепло. Вон, парень пошел купаться в море. И нам советовали. Я сегодня уже два раза купался с утра. Думаю, третий раз я за вещами уже не пойду. Поэтому купаться третий раз не буду. Мне и так будет хорошо. Люди с газовыми плитками приходят, жарят в море. Потому что какое-то массовое, то есть, наверное, желание выйти после зимнего сезона, чтобы зарядиться позитивом от моря, приготовить что-то поесть себе и получить огромное удовольствие от этого всего. Такая вот красота, друзья, творится именно на этих пляжах. Больше всего виден, потому что он действительно похож. Ярослав замеряет температуру водички. Посмотрите, сколько людей отдыхает в правой стороне. Просто везде народ, 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 народ. Это прям очень приятно. Интересно, как бы назвать вот эту гору слева. Если вот это на ежика похоже, то слева, мне кажется, на какую-то кошку, которая пьет из моря. Как в Крыму гора кошка, но там она более, так сказать, выразительная. В общем, температура водички здесь теплее пока всего, которую мы встречали. Плюс 12, и первые загорающие девушки, попадающие нам в кадр в этом году. Это прям очень круто. Желаем им хорошего отдыха. И дай бог, чтобы они были не последние. Чтобы восстановилось, девчонки, все больше и больше на нашем побережье. За вами, мужики, как говорится, подтянутся. Ведь куда ни без вас. И туда все будет здесь прям очень хорошо у нас. Ну, видите, сколько детей. Вот просто здесь мы вернулись к тому месту, где кафешка прям все столики заняты по сиделках. И здесь вообще одни детки, детки, детки. А вон мужчина заплыл что-то именно середину бухту в море. В общем, класс, ребята. Фантастика. И чем ближе к Сочи, тем больше вот этих выдвижений морских. Надеюсь, что завтра еще один теплый день нам покажут еще какие-нибудь интересные места, где мы сможем с вами порадоваться тем людям, которые уже во всю отдыхают на наших урорках. Чтобы сориентироваться вам, друзья, мы вернулись на начало. Проход к морю. И здесь я вам показываю благоустройство очень красивое. Между вот набережной и вот этими всеми пятино-развлекательными заведениями, да? То есть очень-очень интересно это все выглядит. Есть мусорки, есть скамейки. И есть вот такое, ну, действительно очень красивое сделанное озеленение. Ой, львенок и черепаха. Смотрите, какая милота просто, друзья мои. Это вообще вау. Как тут все пахнет летом. Прям такой аромат стоит. Вау. Круто. Просто белочка, медвежонок. Люди на каждой лавочке сидят. Ну, шикарная, слушайте, погода. Просто супер настроение. И отличный променад. Я еще думал заезжать, не заезжать в Ахипо-Осиповку. И вот сейчас очень рад, что не пропустили. Прямо настоящее лето здесь. Тоже очень красиво смотрятся мишки. Жалко один без фонаря уже. Идем дальше. Вот летом, я думаю, что людей, конечно, больше. Даже сейчас. Можете видеть, что под навесами в тени прячутся тоже огромное количество людей. Вот такая вот движуха, друзья. На набережной. Выходной день. Хочется, чтобы этот праздник уже начался. Наш летний и не кончался, дорогие друзья. Потому что, ну, это же счастье. Что можно ходить под солнцем, наслаждаться, получать удовольствие в полной мере. И вот он, пожалуйста. I love you, Ахипо-Осиповку. Подходим к реке. Здесь, когда она выходила из берегов, это был просто адский. Друзья мои. Потому что те видео, которые присылали, что там впереди есть мостик. Там вода через него шла. Так просто, конечно, жесть. Можете увидеть, как зимуют кораблики. Страны кто-то из людей приходит к речке полежать. Почему бы и нет. В ту сторону еще белая набережная продолжается вдоль реки. Рыбаки ловят рыбку. В общем, идиллия и красота. Так было бы всегда. Никаких прибыться. Не знать бы нам апокалипсисов. Было вообще шикарно. Вот бы передать вашей городе аромат этих вот цветов. Это было просто не мечта. Здесь мы видим, что, в принципе, косы намело заново. С той стороны машины подъезжают прямо к берегу. Это именно в таком межсезоне. Не знаю, конечно, как летом. И такая вот красота вокруг. Очень много людей. Кто-то палит. Вот костерчик прям возле берега. С чаечком. Кто-то с алкоголем. В общем, у всех свои примочки. Отсюда на самый классный вид открывается. На гору ежик. Фантастик. Посмотреть. Красота. Море чистое. Люди отдыхают. Солнышко чистое. Нам опять повезло, что мы попали именно на такую погоду. Это прям очень классно. Все, я думаю, что с пляжика можно уходить. И возвращаться еще по одной прогулочной улице, чтобы показать, что там работает. Купальника, кстати, людей довольно-таки много. И это тоже прям очень хорошо. Давно вы, кстати, видели, чтобы очереди стояли за кофе. Вон, пожалуйста, Бористо. И, кстати, интересно будет ценненько поглядеть. Солесо-американы. Капучинка 350 мл за 150 рублей. Ну, дорого, не дешево. То есть, мясо меня шашлык удивил. Ну, конечно, по 170-190 рублей. Это, конечно, фантастический ценник. Смотрите в группе ВКонтакте. Я уже выложил отдельным кусочком. В дельфинарии происходит выступление. Объявляют всех артистов, братьев наших меньших. И, ну, в принципе, обошли вот такой буквой П все эти места. Там, по этой улице, также работает очень много торговых точек. Сейчас я вам их покажу. Дом, кстати, вот кто-то перевернул. А обратно никак. То есть, помогите ребятам, живущим в Архивке, вернуть дом на место. Дорогие друзья, на этом нашу прогулочку мы заканчиваем. Но, как я говорил, вышли к варелочкам. Сзади меня, может, увидеть, работает магазин. Тоже курортные всякие аксессуары. Там легкие платьишки. И вот эта вся улица превращается тоже в торговую. Как и через одну. В общем, здесь вы можете приезжать, взяв с собой только деньги и трусы. Все остальное купите на месте. Юрий Азаровский во всех соцсетях. Обязательно в Яндекс.Дзене подпишитесь и на группу ВКонтакте. Это важно, потому что Ютуб обещают каждый день закрывать. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. И спасибо Ярославу за помощь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok